Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Трейсер. По-прежнему я нахожусь в городе Припять. У меня за спиной находится завод Юпитер. Сегодня мы с Артёмом. Всем привет! Артём, короче, случайно мы с ним познакомились здесь в Припяти, можно сказать. Точнее, в поездке в Припять. Это товарищ Влада Резнова. Короче, классный чувак. Я на него ссылку оставлю в описании. Он там... Ну, короче, ему удалили канал старый. Он сейчас новый создал. Короче, если вам будет интересно, а то переходите, посмотрите. Там сами уже решите подписываться или нет. Короче, мы сейчас с Артёмом будем спускаться в подвал завода Юпитер. И там будем смотреть, что там. Ну, вернее, я вот примерно знаю, что там есть, потому что я уже на Ютубе видел подобные ролики. Там находится какая-то лаборатория. Там, короче, разные банки, склянки, пробирки, в них какая-то жидкость. Короче, сейчас мы туда спускаемся и посмотрим, что там. Но прежде чем, ребята, мы будем спускаться, нам нужно привести свой внешний вид в порядок. Потому что у нас, ну, как бы кроссовки, штаны. А насколько нам известно, там примерно поколение воды может быть немножко меньше. И сейчас мы с помощью вот таких вот мусорных пакетов и скотча будем мастерить себе самодельные бахилы. Так, ребята, вот это, я так понимаю, дверь ведет в сам завод Юпитер, чтобы внутрь войти. Но там, поскольку мне известно, ничего интересного нету. Но, может быть, мы завтра туда еще зайдем. А вот эта дверь, в которую мы вошли, она нас сейчас приведет в подвал. А вот, собственно, и вода, в которой нам сейчас предстоит идти. Как вы видите, здесь лежат такие палочки. Мы будем наступать на них. А-а-а, мерзко. Фу, иди первый. Я не хочу перейти. Давай, давай, скажешь, промыкают ноги или нет? Потому что мы только что, ребята, шли по асфальту и... Ну, пока я ничего слышу, не промыкаю, поэтому вперед и спейся. Главное, не упасть в эту лужу, потому что она очень мерзкая. Немножечко вот так вражь, корячечку. Водей, если он не надо идти, потому что есть, когда... Да. Это очень хорошо. Вот, кстати, такая гермуха. Легенький конденсат на ней, ребята. Так, идем. Здесь придется добавить на воде сюда. Да. Много. Ух ты, какой тоннель впереди. Старайся долго в воде не киснуть. Так, сейчас, ребята, мерзкий такой момент. Нужно вступить в воду. Я надеюсь, у меня педали не промокнут. Вроде бы надежные сопои у нас вообще. Вроде бы, а я ничего с вами готова. Сейчас. Ну, не знаю. Еще пока не промокают. Так. Тут какая-то комната, не знаю, что здесь было. Как смотришь. Не знаю. Итак, ребята, у нас развилка влево и вправо. Дальше у нас таких штучек, дрючек, на которые мы сможем становиться ногами нету. Придется погружаться вот этими пакетами в воду. Но пока мы ходили по асфальту, даже когда здесь ходим, мы микро такие дырочки делаем. И вода может начать промокать. Я бы не хотел мочить ноги в этой воде. Так. Что, мы идем куда? Влево или вправо? Вправо, куда уже, смотри, слева, все кончается. Окей, иди первый. Только осторожно, у меня этот ящик под ногами уже чуть не перевернулся. Да, мы идем вправо, и здесь ситуация придет в воду. Здесь, наверное, чуть-чуть побольше, и мне где-то промокает даже. А, что-то плохо еще уже промокает. Все хорошо. Точно? Не промокает? Нет, не промокает. Главное, не... Блядь, эта штука под ногами расшипается у меня. Ого, смотри, здесь может где-то... Здесь что-то типа лаборатории было. Это и есть вот эта лаборатория? Слушай, не знаю, но смотри. Лаборатория это похоже. Короче, ребята, мы поняли, что если мы будем вот так, как коты, над водой аккуратно ходить, то мы никуда не придем. Поэтому нам, наверное, сейчас нужно спускаться в воду и идти по этой воде в надежде, что наши ноги не промокнут. Старайся аккуратные движения ногами делать, чтобы не набрать в шузы воды. Ох, это мелко все, ребята, вода почти заходит внутрь уже, но, в принципе, она еще не заходит. Честно? Потому что мне еще кажется, что правая нога у меня протекает. Да? А я снизу себе подошву сделал со скотча. Да, ты молодец, извините. Да. Пошли. Все-таки ты продолжаешь, как котики. У него одна из ног уже промокает. А я себе, ребята, сделал такую снизу, типа, усиленную подошву со скотча, а он что-то не додумался снизу промотать себе. Ну, я надеюсь, он сильно ноги не намочит. Так, глубина посболяет. Ай, ай, ай. А-а-а, намочил внутрь, через верх зашло немножко воды, но самое малость. Короче, ребята, здесь лежат какие-то, не знаю, что это, реагенты, соль, не соль. Не хочу даже руками трогать. Что это? Бля, выкинешь потом эти перчатки. А, они запечатаны. Они запечатаны. Ничего себе. Ребята, пишите свои догадки в комментариях, что это такое. Тихо-тихо-тихо. И вот какой-то раствор. Что там написано? Реохим, что-то такое. Да, можешь что-то знать, реально пишите. Вот это, скорее всего, какой-то а-ля физраствор. Это непонятно для чего. И вот, кстати, такая вот эта пипирка, которой обычно разные эти химические реакции проверяют. Бля, короче, вы поняли, что это. Немножко нервничаю, ребята, не хочу просто сейчас полные сапоги набрать от этой воды. Там вон на дне лежит такой типа песок. Я думаю, радиационный фон здесь приличный. Поэтому немного нервничаю, не хочу воды набрать. У меня один, такая одна идейка. У тебя же с собой скотч с пакетами. Ну? Можно укрепиться, в чём проблема? Можно, можно. Но я хочу повыше отсюда уйти. О, нифига себе, что мы нашли. Чисто комната лаборатория. Да. Походу мы пришли по правильному адресу. Здесь такой... Давай, ты первый, конечно. Ух ты, ё-моё, да там всё плавало. Здесь, короче, да. Какая-то пробирка тоже, походу, запечатанная. В ней немножко воздуха. Она вот так как поплавок плавает. Так, давайте зайдём внутрь, посмотрим, что там. Так, я надеюсь, мы от радиации не умрём после сегодняшней нашей вылазки. А-а-а, сука! Набрал воды. Давай, если ещё платформу, и укрепляем тебя. Это из-за того, что я глубину плохую сделал себе, понял? Это пиздец, это укрепление. Надо выше было скотч зацепить. Слишком низкие запахи сделал. А где-то есть? Да укрепим, блядь, но не прямо сейчас же. Твою мать! Да, здесь глубина посерьёзнее. Да, здесь глубина побольше. Сейчас надо укрепить пакеты, потому что так дела не будет. Смотрите. Ещё полмиллиметра, и всё внутри. А-а-а, стой, назад-назад, черпай, отчерпаем. Пошли назад, бегом. Давай-давай-давай. Кстати, вот этот ящик, на котором ты стоишь, там внутри... Ай-ай-ай-ай, подвинься, бегом-бегом. Сука! У меня полностью мокрая нога. Полностью нахуй мокрая. Я не знаю, надо там вылазить, Серёга, это капец. Думаешь, надо вылазить? Ладно, давай бегом укрепимся. Давай, можно укрепиться. Держи фонарик мой. Я сейчас достану мусорные пакеты. И сейчас быстро одену. Хотя бы скотчем просто замотаться. Давай. Глянь, ребят, Серёга просто насвязь промочил ногу. Ты плохо убил скотчем, да? Я надеюсь, у меня нога теперь не жгниёт от радиации. Знаешь, когда, типа, за человека, который рядом с тобой переживает больше, чем за себя. Почему это работает? Я думаю, сверх страшного ничего не будет. Да, всё будет нормально. Нужно просто вот так выше его зафиксировать. Давай, сейчас пакеты достанешь. Пакеты не нужны дополнительные. Просто надо выше сделать шапог. Очень много скотча сюда. Итак, ребята, возвращаемся обратно в эту комнату. Надеюсь, сейчас наши непромокайки не промокнут. Я так понимаю, мы уже внутри этой самой лаборатории. Так, здесь реально глубина немножко больше под ногами. Надо найти какое-то возвышение лёгкое и встать на него. Например, где-то вот здесь вроде бы. Как? Так. Ну, что мы тут видим, ребята? Куча каких-то. Давай на стол станем. Ты уронил какой-то реагент в воду. Надеюсь, мы не умрём. Надеюсь, мы не умрём. Так. Там у нас, ребята, стоит такой огнетушитель. И здесь у нас на полке что-то лежит. Да, здесь у нас жёлтый ещё есть. А, что ломается под ногами. Кстати, да, здесь что-то жёлтое такое непонятное. Тоже, если разбираетесь в химии или знаете, что это, ребята, пишите. Кому-то интересно, смотри, К2, вроде, вроде К2. К2, О3. Или что там, О? Нет, С, Р, О4. Ну, что-то такое, короче. Тип-то. В общем, куча каких-то порошков. Я так понимаю, они связаны как-то с радиацией, потому что на том сейфе, на котором мы укрепляли наши ботинки, были значки радиации. Давай будем отсюда уходить, потому что ноги мокрые, братан. Всё, брошай, это всё дело, еблая. У меня нога опять промокает. Опять промокает нога? Короче, здесь... Здесь много чего есть. Да, здесь очень много чего. В таких бутылках написано... О, кстати, тут написано. Реохим, додикам, ч... Что-то там это. Я надеюсь, ребята, что вы мне в комментариях напишите, для чего вот эти растворы, для чего вот этот белый порошок и для чего вот тот жёлтый порошок. Ещё, кстати, на стеллажах некоторых я видел оранжевый порошок, но я к нему не подходил. Кстати, посмотри сюда, что здесь в этом сейфе. Я не смотрел, что там. Смотри, здесь значки радиации. Я думаю, ничего хорошего там, скорее всего, не было. Да, чувак. Я думаю, что... Всё, нам надо, наверное, отсюда выходить. У меня правая нога мокрая. Всё, ребята, возвращаемся мы уже отсюда. Идём назад куда увереннее, потому что у нас мокрые ноги. Мы знаем, чего здесь ожидать. В общем, если я буду ещё когда-то в Припяти, дам сам себе совет. Ни в коем случае не вам, а себе. Нужно брать резиновые сапоги. Не обязательно глубокие. Этого, в принципе, хватило. Буквально парой сантиметров, может, выше. Было бы круто. Правая нога у меня мокрая. Сейчас выйдем на улицу, покажу, насколько. Так, здесь уже не такая глубина. Здесь можно смелее идти. Но здесь, кстати, вода какая-то очень чёрная. Что, понравилось тебе? Мне понравилось, но вместо того, что нас типа ноги промокают. Что, в какое место ещё можем пойти? У нас завтра целый день ещё будет. Слушай, я думаю, что мы завтра уже решим. Пока я даже не могу представить. Но я думаю, что ещё много чего интересного будет. Ну что, ребят, а данный видеоролик подходит к концу. На улице уже темно. Сейчас нас ждёт ночная прогулка по Припяти. Давай, кстати, выключим фонари наши вообще. Вот. Сейчас нас в такой темноте, чтобы не видели патрульное, ждёт прогулка по Припяти до нашей квартиры. Завтра мы обязательно что-то ещё снимем. Для того, чтобы не пропустить новые интересные видео с Припяти. И не только. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Жмите этот грёбаный колокольчик. И будете первыми видеть видео. И да, ссылка на Артёма тоже в описании будет. Дорогие друзья, всем здравствуйте. Кто смотрит канал Криосана, видимо, вы видели, как недавно он был в Припяти на электровелосипедах и пытался запустить колесо обозрения. Я хочу вам показать квартиру, в которой они были. Вот она, квартира 70. Многие, думаю, узнают по видео. И хочу вам показать состояние, что после себя оставил блогер Криосана и его друзья. Вот, смотрите. Как только заходим в комнату, где они жили, вот начинаются просто горы мусора. Ну, то есть, вы понимаете, да? Вот эта квартира. На стене было написано «Смерть москалян», я вижу. Это предыдущие уродцы оставили. И вот, что у нас творится. То есть, я помню эту квартиру чистенькой, полностью всё убрано было. Грязновато была побелка, конечно, со стен осыпалась вместе с краской, но такого сорча не было. Только выглядит она уже, конечно, гораздо хуже. Вот мой начальок. Не будем идти хулять. То есть, я не понимаю, неужели людям тяжело за собой просто убрать в пакеты? Ну, просто за собой убрать. Ну, свои выводы делайте сами, пишите в комментарии. Вот она та квартира, где я жила. Тут самый известный блог. Итак, ребята, делаем такой хирургический разрез на моей ноге. Вернее, снимаем мои якобы непромокающие самодельные сапоги. Кстати, ребят, нам поступила информация, что же сегодня в Припяти было, точнее, в зоне целиком, было поймано 17 сталкеров. Серьезно? Да, вот только что мне напишали, что 17 сталкеров было поймано сегодня. Это как вообще? Вот так вот. Мы только сегодня приезжали среди экскурсий. Ну, видишь, мы в наглую сегодня мимо экскурсии проехали. А кому-то не повезло. Ну, возможно, они были не такими осторожными, как мы. Ну, в принципе, ребята, не такой уже и сухой.